Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Дело экс-головы администрации Кирово-Чепецка начнут рассматривать 23 декабря. На этот день в Кирово-Чепецком районном суде назначено первое заседание. Рассматривать дело Владислава Мухова будет судья Анна Михеева. Защитником бывшего чиновника стала Елена Коротких. Адвокат Владимира Быкова. Бывший глава администрации Кирово-Чепецка Владислав Мухов обвиняется по двум статьям. Служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия он принял работы по реновации сквера река Времени, которые не были выполнены. При этом бюджетные деньги подрядчику перечислили. Остановку за 3,5 миллионов в Кирове посчитали коррупционной схемой. Так высказался в эфире нашей радиостанции депутат Гордума Денис Ерохин про попытку построить умную остановку на перекрестке улиц Ленина и Герцена. По его словам, депутаты добивались того, чтобы эту остановку не строили и не тратили бюджетные деньги. Приводили примеры, что точно такие же в других городах стоили в три раза дешевле. Цитирую. На мой взгляд, это коррупционная схема, когда одна остановка в одном и том же месте может стоить и 3,5 миллиона, и миллион, заявил Ерохин. Отмечу, что одно из первых распоряжений, которое сделал Вячеслав Симаков, заняв пост сити-менеджера, был отказ от строительства дорогого павильона. В данный момент объявлен конкурс на возведение в этом месте остановки за 1 миллион 100 тысяч рублей. Она будет проще без торгового павильона и утепления. При этом сэкономленные деньги пойдут на оборудование павильонов в других местах. В эфире «Экономика». Для решения проблемы с выпуском транспорта в ЭТП создадут технический совет. Ситуация с общественным транспортом в городе усложнилась из-за того, что есть проблемы с запчастями для автобусов и троллейбусов. Многие производства закрыли представительства в России. Нарушились все традиционные цепочки поставок. Кроме того, запчасти сильно выросли в цене, пояснили ВТП. В технический совет войдут начальники подразделения автотранспортного предприятия, службы эвакуации, ремонтных мастерских и других. Цель – заменить иностранные запчасти отечественными. Также есть предложение создать совместный технический совет с другим крупным перевозчиком – Кировпассажир Автотранс. О сроках создания новой структуры пока не сообщается. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.